Глава МВД Ингушетии подал отстав после разгона митинга в Магасе. Генерал-лейтенант Дмитрий Кава. Ну, я так понимаю, я не знаю, хорошо это или плохо, но в том плане, что, скорее всего, человек соскочил, понял, к чему готовятся МВДшники и решил не участвовать в этой грязи, в этой крови. То есть, в общем-то, он понимает, что народ Ингушетии, скорее всего, не сдастся. Это хороший знак. Сообщают, что силовиков очень много в Ингушетию понаехало. Видео присылают различные, как едут танки, едут БТР и, в общем-то, очканули все выходные дни. Бегали, отнимали там оружие, зарегистрированное у охотников, ну, для того, чтобы не дать им возможности сражаться. Я думаю, а другое оружие-то у них, может быть, ещё осталось. Помните, когда гитлеровцы рвались кавказским перевалом, то многие кавказцы, которые там проживали, создали ополчение со своим оружием. И у них было своё оружие, им не нужно было оружие, чтобы удерживать перевалы. Появилось видео, говорят, где Гиркин утверждает, что Ингушетия может взорвать всю Россию. Не может взорвать всю Россию, должна взорвать всю Россию. Понимаете? Должна. То есть, это должен такой эмоциональный всплеск быть. И Якутия, и так далее. То есть, национальные окраины должны подняться. Тува, где совсем уже всё там, в ноль всё украли. Суки, да? И рассказывают про то, как Путин хороший там, классный шашлык жарит. Бурятия. Тува, бляк. Из них самих уже пора классный шашлык делать под маринадом из этих сволочей. Денис Караваев. Вячеслав, что будет Саакашвили и может ли предсказать дату расстрела Ингушей? Я хочу с ними умереть. Не знаю. Тут там сложно. Очень на Кавказе всё, вы понимаете. Поскольку для того, чтобы трамбовать Ингушей, да, нужны силы какие-то внутренние, да. Найдутся эти внутренние силы, которые предадут свой народ? И когда найдутся? У татар, видите, у крымских не так просто. У Путина это получилось с крымскими татарами. Посмотрим, как получится с Ингушами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok